ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Выявили ряд рекомендаций, неких методических рекомендаций, которые будем использовать в 2019 году для реализации этого проекта. Шесть пунктов. Я считаю, что это позволит избежать тех ошибок, которые допускали ТОСы, допускали представители муниципального образования и региональные власти на этапах реализации данного проекта. В начале года сотни тысяч ульяновцев просто не верили, что такие огромные деньги придут в их поселки, дворы и микрорайоны. Региональная власть не подвела, деньги на счета ТОС пришли. Однако из-за робости отдельных ТОС, побоявшихся проявить твердость в управлении программными деньгами, работы начались позже, а исполнитель не соответствовал народным чаяниям. Когда мы проехали просто от общественной палаты, проехали по ТОСам, да, были нарушения по качеству укладки асфальтов. И то, что было немножко нам удивительно, то, что все ТОСы выбрали одного подрядчика, ну, кроме нашего Ростова Слободы. Да, программа еще, ну, возможно, несведомленность, возможно, незнание, вопрос, потому что действительно люди обрадовались, что если такая программа появилась, она что-то действительно появилась, потому что не верили, что такая программа будет. И, как сказать-то, может быть, не доработали. Не все поняли, что нужно не только заказать работы, но и расплатиться и проконтролировать. Разъяснения общественной палаты явились своевременными. Деньги еще не выплачены, и на 9 из 12 объектов, где велись работы, недочеты и недостатки, будут устранены. ТОС – территория опережающего развития, что и подтвердила программа. Задачи, поставленные президентом Путиным, решаются. Обращаю внимание моих коллег в регионах Российской Федерации, губернаторов, региональных, местных властей. Нужно опираться на гражданскую активность. Вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной, да и в других сферах. Нужно понимать людей, доверять им. Тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем. НКО в форме ТОС не подвели. Каждый рубль оказался подотчетным, а благодаря разъяснениям общественной палаты, потраченным не зря. Главное, что теперь четко уяснили ТОСы – заказчики работ они. Приемщики – они. И все гарантийные письма они должны хранить у себя. Лучшими нужно не только стать, но и остаться. Поэтому общественная палата держит реализацию комфортной среды ТОС на контроле. На этой неделе состоится встреча лидеров движения с общественниками. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.